Муром чтит своих ветеранов, победивших врага, переживших войну, людей труда, созидателей. Сегодня свой 90-летний юбилей отметила Антонина Кутрова. Годы ее юности совпали со страшными временами военного лихолетия. Подробности в сюжете. Так сразу и не перечислишь, сколько всего выпало на военные годы. Это сейчас дом полная чаша, и на заслуженном отдыхе ее окружают только внимание и забота близких. А ведь когда-то, в школьные годы, Антонина Евдокимовна мечтала стать врачом. Война оборвала все надежды. После девятого классу Тоню ждал тяжелый труд во имя Родины для победы. Началась война, и нас перевели в город работать, учиться в дом парпростом. Пришли после каникул, нам сказали, вы, дети, уже стали взрослые, и вас всех рассылаем по заводам. Заменять отцов и братьев. В 42-м году группа выпускников вместе с Антониной Евдокимовной направили на работу в швейную мастерскую «Красный кустарь». Шили белье для военных, гимнастерки шили, брюки шили, стегали телогрейки и бушлаты. По сколько часов работали? По 12 часов работали в сутки. Вставали, да? Первую смену и вторую. Работали по 12 часов, и смена была у нас в воскресенье. Восемь часов отработаем, пересменок. Я иду там в раннюю, а другая смена идет ночную. Помимо основной работы девчонки ходили в госпиталь, помогали медперсоналу ухаживать за ранеными. Кто скажет попить подай, этот раненый, кто скажет напиши письмо, скажет прочитать его, скажет что подать. Или перевязку мы не делали никаких, только вот такие вещи. Что-нибудь рассказать, расскажите, что делается на фронте, поясните немножко. Вот мы это все делали. Кроме этого, восстанавливали взлетную полосу на аэродроме в Севастлейке, снимали грунт, выкладывали штабелями, посыпали песком. Как сил хватило дождаться великой победы, сейчас и представить трудно. И плясали, и пели, и прыгали. Ну, девчонки есть девчонки. А потом стали с ребятами. Приехал молодой человек, как говорится, с фронта, Николай Семенович Кутеров. Познакомились мы с ним. Я прожила с ним 63 года. Жизненная энергия этой женщины, доброта, оптимизм помогли пережить все жизненные невзгоды. Создать большую крепкую семью, воспитать троих детей, пятерых внуков, а также радоваться пяти правнукам и двум правнучкам. Елена Петрова, Николай Молоденов. Новости. Муром. 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 Новости. М